Heavy Metal. Сейчас нахожусь в Нью-Йорке на парковке. Сегодня суббота, я в Нью-Йорке. Выгрузка у меня будет только в понедельник, поэтому выходные проведу в Нью-Йорке. Погода, конечно, не очень, но Нью-Йорк, я так понимаю. Большую часть времени здесь дожди, поэтому нормально. Тем более, после Питера мне не привыкать. Сейчас посмотрел билеты, купил до 25 долларов на Статую Свободы. Первым делом поеду туда. Такси отсюда стоит 50 долларов, поэтому я решил... Офигеть, это просто чайки стоят. Как у нас голуби, только здесь чайки. Вообще, люди не боятся. Поэтому я решил попробовать проехать на общественном транспорте. Уже год живу в Америке, ни разу не пользовался общественным транспортом. Говорят, что это ужасно, что там бомжи и грязно, но полтинничек сам себя не сэкономит, поэтому иду на остановку. Иду вдоль дороги. Оказалось, вообще непросто попасть на эту остановку. Здесь вообще не предусмотрена какая-то дорожка для пешеходов. Фух, вот сюда меня привел навигатор, что здесь остановка. Но вообще не похоже на остановку, ни одной из его души стоит какая-то полицейская машина. Что-то мне подсказывает интуиция, что я здесь не дождусь свой автобус. Здесь все закрыто. Вот написано, что жми сюда для покупки билета. Во-первых, билет 25 долларов. Нафиг мне такой билет. Лучше уже полтинник за такси заплатить. Не знаю, все закрыто здесь. Это надпись, они как-то... Сколько ждать здесь автобус? Тоже непонятно. Наверное, придется вызывать такси. Буду заказывать Uber в 60 долларов. Так что... Моя прогулка еще мне обошлась дороже. Такси моментально нашли. Три минуты приедет ко мне Рафаэль. За 6 лет баксов я бы тоже быстро приехал. Походу, надо с раками завязывать и ехать в Нью-Йорк таксовать. В Салим Волон. Продолжение следует... высадили меня на такси здесь выглядит нью-йорк шикарно пока что но время сейчас дня у меня билет на 3 может попробую сейчас найти парикмахерскую где-то здесь поблизости есть барбер шоп вообще написано цены 15 баксов эту попробую здесь очередь короче это быку яйца типа хорошая примета для тех кто на бирже покупают акции к везению надо на обратном пути тоже яйца потом можно будет покупать смело биткойн подстригли меня здесь дал им 40 баксов я не понял сколько он сказал туре файл 35 или 25 что-то сказал задачи не надо нормально подстриг обычно америкосы делают это как тяпно вот эта опасная бритва шею поприл время сейчас сейчас 30 наверно успею быку яйца почесать потом пойду туда полчаса уже простоял в очереди в этой скоро смогу подержать быка за яйц все яйца подержал теперь я думаю заказы будут намного больше пойду теперь к этой статуи свободны прикольно сделали сколько им билет на фото стоит посмотрел на билет даже не присматривался что я ему там показывал наверно еще будет проверять у нас женщина вот отсканировала с телефона вон она с даты свободы установлена… «Угу» «Да где можно ли?». «Об回來» «Обери» «Инкора» «Но буха» «Есть у вас всех странах что-то не смело» Нормально скорость такой развивает. Непонятно сколько я здесь могу гулять, когда отплывает корабль обратно. Я что-то не пойму у кого даже это можно спросить. Но надеюсь меня здесь не оставят на этом острове. Зашел в этот магазин, думал купить себе сувенир, какую-нибудь статуэтку, статуи свободы, но у меня там на удивление не оказалось, какие-то книжки, брелки беспонтовые. К сожалению она со спины здесь. Компания 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 Приплыли на второй остров, хотя я уже думал на этом экскурсия закончится. Какой-то музей, то посмотрю, что там, интересно, надо будет доплачивать или все включено у меня. Вот плохо, не знаю, английский язык, конечно, но, походу, чемоданы первых иммигрантов. Может быть, мой чемодан когда-нибудь тоже в музей получится. Здесь вот еще есть прикольные собачки. Ну, пока что вообще нет ничего интересного. Можно было смело оставаться на корабле и плыть дальше. Ваши сады. Ваши сады. Ваши сады. Ну вот хотя бы какие-нибудь экспонаты старинные поставили, я не знаю, просто как бы это максимально неинтересный музей, его музеем тяжело назвать, там еще что-то на втором этаже. Здесь пусто, такого я вообще не ожидал, но какие-то люди стоят, что-то записывают, а не, вон там что-то есть. Фотографии непонятных людей, супер неинтересный музей, надо становиться критикой музеев. Третий этаж закрыт, но я что-то сомневаюсь, что там что-то интересное. Такая здесь движуха на выходе из корабля. Вот на Вторую мировую войну памятник, 41-й, 45-й. Статуэтки, что-то я уже передумал их покупать, будет валяться в треке потом. Уже 5 часов вечером, да, я еще не обедал, надо пойти куда-нибудь покушать, ноги уже гудят, с ним привычки столько ходить. Последние два месяца сидел только целыми днями. Тяжело быть travel-блогером, даже выговаривали, это тяжело. Очередь к Быку не уменьшается. Зашел перекусить кафешку, вот это вот мне вышло 20 долларов. Я прям возле входа, потому что там пришлось поставить мой телефон на зарядку, осталось 20 процентов. Хорошо, что взял сам зарядку. Думаю, как в прошлый раз остался без телефона. В знакомом городе это жестко. Перекусил здесь. На самом деле вообще невкусная еда какая-то залежавшаяся. Наверное, еще утром ее приготовили. Зарядил телефон уже 60 процентов, так поспокойнее будет. Айфон быстро разряжается и быстро заряжается. Пойду погуляю, не знаю куда. Планов нет. Ходится на Таймсквер еще. Вот единственный план. Можно, короче, даже сильно не заморачиваться. Так понимаю, куда не пойдешь, везде красиво. Церковь крутая. Кладбище. Джон Вонгс. Понятия не имею, кто это такой. Но прикольно ему статуи сделали. На могилах тут даже уже надписи не пооставались. Очень круто. 一адцать вместе. �андрит. Класс. Домы. Азаров. Им Sarатиси, как Нарритан Путин. Они из поехали на район. Спонтанно зашел в церковь, и здесь фьючер, как говорил мой этот учитель на траке, типа, это наше будущее. Остановился здесь, посидеть, ноги уже отказывают, на самом деле. Думаю, вот так буду двигаться на Тайм-сквер, полтора часа пешком, как раз-то дойду, будет пол восьмого, не знаю, будет темно, там, я думаю, прикольнее будет, когда темно. Какие-то трубы горящие, пар идет откуда-то, какая-то движуха непонятная, сирены повсюду, чистая, воняет везде марихуаной, а может раскуриваются так под землей. Кстати, все говорили, что Нью-Йорк очень грязный город, но я вот хожу, на самом деле, не особо, но грязный. Для такого огромного города есть такое количество людей, это вообще-то здесь очень чисто. Решил свернуть налево, здесь куда прикольный небоскреб. Ну, я вот не знаю, передает камера это или нет. Очень круто. Сейчас у меня вот этот индус просил его фоткать, блин, ну, он вообще ошибся, конечно, с оператором. Он, вон, селфи делает дальше, он, видимо, посмотрел фотки и решил, что селфи будет лучше. Здесь еще одна такая церковь. На таком автобусе, наверное, бы прикольнее кататься. Ходить здесь реально можно ноги стереть. Думал себе кепку купить за 5 долларов. Ну, это прям, там такое ужасное качество, что оно порвется через ладню. Ну, и неприятный материал. Не решился. Здесь вот каждый квартал проходишь, и нереально красивые небоскребы. Вот в остальных городах я проезжал, вот они одинаковые, просто такая бачная-бачная. Здесь они реально красивые. Приду в Starbucks. Полиции, конечно, здесь разъезжает куча. Взял себе пучино. Почему-то они поднялись туда, чтобы там никто не сидел, конечно. Вообще, сервис никакой. И туалета там тоже нет. Ужасно. Кофе стоит 6 баксов. На доллар-то розы, чем я вчера покупал на трокстор. Прикольные эти дома с лестницами-паданами. Вот она, Америка, загнивающая. Перешел опять в правую сторону. Но я думаю, туда-сюда вот так смысла нет ходить. Мне еще час пятнадцать, и я додаю мсквер. Если я еще буду зигзагами ходить, то я точно не найду. Нет, нет, нет. Самокаты бы стояли, как у нас. Вот это было бы дело. Почему-то нет вообще у них здесь. А вон велосипеды можно писать. Но еще пойду немного, потом кофе добью, задумываюсь об этом. Вон на углу здания украинский флаг висит. В какой-нибудь бар бы зайти, где там джаз поют. С моим внешним видом, конечно, думаю, вряд ли мне там будут рады. Девушка, один с пивной кружкой. Видимо, парень послал в магазин. Очень часто здесь слышится русская речь, проходит мимо, ребята. Много, видимо, наших здесь живет. Сделал привал. Многие вообще отказывают. Возле великов этих. Скачиваю сейчас приложение, может быть, поеду. Сто лет не катался на великах, правда. Нет желания. Не решился я брать велосипед. Сейчас еще позвонил товарищ. Час общались по телефону. Как-то потемнело. Нью-Йорк вообще не подсвечил. Я надеялся, что он будет сверкать, вот как Питер. Почему-то в Америке они экономят на электричестве. Такая света тут прикольная, конечно. Куча народу. Идти еще мне... Сейчас посмотрю. На полпути бросал еще минут 30. На этой башне, по-моему, да, Кинг-Конг дрался? Сильно. Кинг-Кинг-Кинг. Кинг-Кинг-Кинг. Сразу видно, что подхожу к этому Таймсфер. Там все светится. А так, конечно, сигналастенький город. Индиане тут свой бизнес продвигают. Вон там, будьте до Чакобана, что хочешь. Прямо продают на плитке. Там я, губка, который был делать. И��, кто может говорить кое-каке. Это, интересно. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Это вот такая очередь покушать пиццу. Пошел наконец-то до Тайм-Сквера. Здесь конечно дурдом происходит какой-то. Просто все называются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перемотная работа происходит. Поэтому, видимо, через переход надо походить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, это, короче, я в метро зашел. Надо как-то обойти этот движок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Копы остановились по-другому все купить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется найти это место, где знаменитое, где все фотки делают. Может, это и есть место? Здесь прям море, море людей. Все пытаются делать фотки, но вот это вот оно и есть, походу. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо! Спасибо! Спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok 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 Фотографов здесь тьма, бизнес, конечно, здесь хороший. В ходик зал ходишь, я не знаю, конечно, сколько они берут за фотку, но я думаю, немало. Ведман сильный, конечно. Музыка. 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 сделаю знаменитых пацанов получат свои 400 просмотров на ютубе а пытаюсь выбраться отсюда люди прям сидят откушают пиццу прикольно наверно так сесть перекусить в центре нью-йорка сила уже заканчивается но не знаю полчаса можно дойти до парка не знаю ночью там темно нет или есть что посмотреть наверно прогуляюсь а а а а а а скоро будет китайская революция вы все слышали м а м м а а а а Американский вариант Монолизы. Зашел купить себе коктейльчик шоколадный. Здесь тоже нет туалета. Конечно, очень странно, что заведение цвета. А где они есть, непонятно. Хоть очень быстро приготовили мне классный коктейльчик. 6 баксов стоит все. Пойду дальше в парк. Хозяева жизни катаются. Дошел до этого парка. Я думаю, недолго прогуляюсь. Самую глубь не пойду. Потому что ноги мои не железные. Сюда уже буду вызывать потом такси. Бля, тут жесть просто происходит. Не знаю, тут ничего не видно. Но тут все просто кишит с крысами. Это жесть. Глянь. Это жесть. Я такого никогда не видел. Смотри. Блин. Это жесть. Они прям под ногами бегают. Сейчас мимо проходил парней, там сидят, бухают на лавочке. Все как в России. Только здесь черные, там белые. Там где-то слышно музыка качает, так не слабо. Я сейчас в чате GPT спросил, бывают ли вечеринки тут в центральном парке. Написал, что иногда бывают. Честно говоря, хочется вызвать такси, но больше хочется посмотреть, что там за тусовка идет. Как офигенно снимает iPhone ночью и как плохо снимает GoPro, к сожалению. А вот на обратном пути пойду, попробую снять этих крыс, которые там бегают. Это просто жесть. Я такого не видел нигде. Ну там прям конкретно качает. Как туда пробраться только. Как туда пробраться, вот непонятно. Там пацаны танцуют возле лавочки уже просто. Играть реально крутая музыка. Сейчас спросил у пацанов, как туда попасть. Они говорят, уже все заканчивается. Как-то это вообще странно. Скажите, когда кончуется в 9 вечера. В полиция кричит. Обидненько, я уже размечтался, что сейчас попаду на какую-то тусовку в парке. Думаю, как раз вообще шикарно и в спортивном костюме впустил. Но, к сожалению, она реально уже закончилась. Вон люди все валят. Было бы эпично вот на такой приехать, на трак-стоп с музычкой. Я думаю, там бы все оценили. Вызвал такси, обратно 66 баксов. Приехал я к своему родненькому траку. Огулялся сегодня вдоволь. На самом деле, в восторге от Нью-Йорка. Очень крутой город. 100% лучший город в Америке. Я думаю, чтобы его весь посмотреть, тут, наверное, и пару недель будет мало. Но по максимуму прошелся, посмотрел то, что хотел. Мечта сбылась, увидеть Нью-Йорк. Всем пока.